Они поют рождественские колядки в костюмах для сказочного представления. В святочные дни студенты Самарской духовной семинарии показывают спектакли для детей из приютов и детских домов. Две недели от Рождества Христова до крещения всегда считались святыми, в течение которых нужно и самому хранить рождественскую радость, подарить праздник тем, кто рядом. В общем, можно ходить петь колядки, петь колядки в автобусе, метро, в траваик разных, а есть мясо, потому что хочется пост. То есть сделать себе, так скажем, праздник такой. Детки дома ездим, в больницу. Сказки показываем детям, чтобы они радовались, потому что они тоже подумают, что это такое святки, а мы должны показать, что это. То есть это праздник на самом деле. Петь колядки в метро – это, конечно, слишком, а вот в селах, где все друг друга знают, традиция навещать соседей в святке сохранилась. Православным канонам в эти дни необходимо посещать богослужения, при этом не забывая о делах добра и милосердия. Не только в храме вспоминать события Рождества Христова, но и посещать родственников, знакомых, делиться этой радостью с кем-то. Что же касается гаданий в эти дни, то, по мнению священства, они никогда не были народной традицией, призывают не поддаваться моде. Зимой есть более полезные занятия – горки, каток, катание на лошадях с Дедом Морозом, который на самом деле может оказаться вовсе и не дедом. Коня зовут Серега, он у нас упряжной, ну, соответственно, вот он наш тандем. А вас как зовут? Меня зовут Наталья. В Самаре есть множество мест, куда в эти дни можно пойти для семейного отдыха. Работают театры, музеи, выставки, площадки для зимних видов спорта. Главное – не сидеть перед телевизором и помнить, что святки – это святые дни, которые должны запомниться на весь год. Ну, чтобы всем мне нравилось, чтобы получали удовольствие дети. Дети очень любят лошадки. Обычно мы всегда катаемся перед тем, как уйти домой, и напоследок гружок делаем на лошадке. Олег Зверев, Константин Головин. События.